Прошлый выпуск «Дневников разработчиков» был посвящён итогам 2018 года. Прошло много времени, и сейчас мы расскажем, как изменилась игра за последние полгода. И что ждёт «Калибр» в ближайшем будущем. Осенью после А6 игроки нам поставили реально очень хорошие оценки. Но вот прям настолько хорошие, что в какой-то момент мы сели и поняли, что можно взять эту версию и начинать превращать её в бету. И да, наверное, это был блок, потому что люди поиграли, им понравилось. Но нужно было быть не просто продюсером, нужно было быть продюсером с бубенцами и осознать, что вот просто из опыта разработки игр, что если мы сейчас не исправим все те проблемы, которые накопились за время того, как мы делали «Альфы», а «Альфы» мы делали быстро, потому что нужно было проверить эту механику, эту идею или эту идею, скорость была важнее, чем качество, то исторически, естественно, что к 6 «Альфе» проект представлял из себя такой дом, который построил Джек. Значит, и, соответственно, мы всё разобрали, на тряпчики положили все части отдельно, и наша задача стояла за этот период времени всё назад аккуратно собрать. 15 апреля мы запустили 7 «Альфу» после долгого перерыва, который был посвящён переработке технологий, и у неё была только одна задача — проверить, работает ли это всё под реальной нагрузкой у реальных игроков или нет. Всё получилось. 15 апреля мы дали доступ игрокам, и они не только смогли поиграть и не заметили, что мы вообще пересобирали технологии, но и, наоборот, заметили, что очень радостно для нас всё то хорошее, что мы для них сделали, все те места, которые мы поменяли. Следующий этап тоже было очень смелое решение. Всё, как бы, калибрская команда такая смелая команда, на решение лёгкое, и мы решили не просто запустить следующую «Альфу» опять с какими-то там целями, а смело подумать и сделать такой бесплатный ранний доступ. То есть открыть её и не закрывать. Соответственно, как только «Альфа» была запущена, и вот по сей день, по сей час и по сию минуту она работает 24 часа, 7 дней в неделю до этого момента. В общем, отныне мы, ну, наверное, первый раз я могу сказать, чётко понимаем, что такое проект вот от начала и до конца, до момента, когда игрок нажимает «Играть» и попадает в игру, что, в общем, означает, что, ну, наверное, открыт прямой путь для того, чтобы превращать проект в бету. За время последнего «Альфа» теста игроки провели почти миллион боёв. Это больше, чем на всех предыдущих тестах вместе взятых. Такие цифры подтверждают, что разработчики двигаются в верном направлении. Основная цель перехода в бету и нахождения в бете — это пригласить новых игроков, чтобы как раз новички уже могли играть с новичками, более прокаченные и опытные игроки играть с такими же, да, игроками. И чтобы вы могли поиграть какое-то время продолжительно. И вы посмотрели, как работают все те игровые механики, которые направлены вот на более продолжительные периоды времени. И там тоже надо будет сделать выводы. То есть бета в действительности не означает для нас, как для разработчиков, к сожалению, что вот она обязательно закончится, ну прям типа там у беты релизом, вот всё. Нет, беты — это просто другое состояние. У нас уже есть приблизительно план обновления на несколько месяцев вперёд. Мы будем регулярно добавлять новых оперативников и добавлять новые механики в игре. Но самое главное, что мы планируем пригласить по-настоящему большое количество игроков. То есть это уже не будет группа тысяч или две тысячи человек. Так я думаю, что первый раз мы пригласим порядка 20 тысяч игроков. Ну и дальше постоянно будем рассылать новые приглашения. Пока будет проходить ЗБТ, на чём мы собираемся сфокусироваться? Ну, во-первых, над балансом карты оперативников. Во-вторых, мы планируем записать новые, более качественные анимации с использованием современных технологий. С помощью технологии Motion Capture анимации оперативников станут более плавными и реалистичными. Вдобавок игру ждёт переработка интерфейса. Будут записаны более качественные звуки. Появятся ранговые PvP бои и совершенно новые режимы. Всё такое стандартное для индустрии мы сделали. Да, и опять же, и стрельбу, и передвижение, и карты, и аишник, и миссии. А у нас ещё вот теперь есть загашники, идеи которых, ну, я нигде не видел, условно говоря. То есть вообще вот я много играл в игры и сейчас играю. В других играх я воплощение этих идей не видел вообще. Это вот, например, касается режимов игры, которые и не PvE-режим, и не PvP-режим, а нечто среднее между этими режимами. Мы очень надеемся, например, что в этом есть что-то перспективное направление, и оно поможет подружить как раз там PvE и PvP-игроков. Естественно, что ожидаемый всем рейд, да, это длинная, большая такая, то, что называется high-end, то бишь для таких уже прокачанных игроков, которые много поиграли, для командной активности это очень сложная, длинная миссия, там, на десятки минут повышенной сложности, да. Её тоже, она, первая такая миссия, появится в бете, и мы обязательно должны посмотреть, какой она должна быть, какая у неё продолжительность, там, 30 минут, 45 минут, час, хотите, как вы хотите в неё играть, дать ли вам возможность сохраняться и переигрывать на каких-то там этапах, или сделать всё жёстко для того, чтобы команда должна была собраться и пройти её вместе, сколько противников там должно быть, какие механики мы ещё сможем туда добавить. Закрытое бета-тестирование — это возможность первым опробовать все нововведения и повлиять на дальнейшее развитие проекта. Будем проверять новые механики, будем активно работать над балансом. Сколько продлиться, пока точно не можем сказать. Определённые несколько месяцев нам понадобится на то, чтобы сделать все доработки, которые мы запланировали. Ну, а дальше там уже будем смотреть по итогам тестов. В рамках ЗБТ мы планируем избежать любого обнуления прогресса у игроков и, более того, какие-то вещи, возможно, и начислены даже после того, как ЗБТ закончится. Но перед УБТ точно будет так называемый вайп. Это ситуация, когда все игроки начинают с нуля, чтобы игра была в равных условиях. Все участники альфы и бета-тестирования получат отличительные эмблемы, которые останутся с ними навсегда. Чтобы получить шанс попасть на ЗБТ, нужно просто зайти на калибр.ру, оставить свою почту, ну и ждать письма с приглашением. ЗБТ для калибра — это следующий большой шаг на пути к релизу. А для игроков — возможность попасть в игру раньше прочих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова